Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня я хочу вам дать один совет, который, возможно, поможет вам вырастить наилучший перец, самый лучший, который вы когда-либо выращивали в своих теплицах. Перец – это как раз культура ранних сроков сева на рассаду, и я уверен, что многие из вас перец уже посеяли и уже даже, может быть, где-то получили такие, ну, хорошие крепенькие сходы. К особенностям перца сладкого относится его отличие, такое очень серьезное, от томата, то, что томат предпочитает более кислые почвы, и показатель кислотности для томата находится в пределах 5,5. Что характерно для перца, это то, что реакция почвенного раствора должна быть гораздо более щелочной, приближенной к нейтральной. Перец предпочитает более щелочные почвы с реакцией почвенного раствора 6,5, а молодые растения перца, вот на стадии сходов, там, 2-3 настоящих листьев, предпочитают даже еще более нейтральную реакцию раствора. Но, если уж говорить об оптимумах, то 6,8, ну, а вообще около 7. Это существенное, значительное различие между томатом и перцем. Ну, кто-то скажет, слушайте, ну, что за беда, какая разница? Там 6, 7, там, 5,5, это все-таки единицы, там, на 1, на половинку отличаются. На самом деле, для растений вот эти все величины в половину значения pH являются достаточно существенными. И я хочу вас предостеречь от использования одного из видов удобрений в подкормках перца, как на стадии начала роста, вот теперь, так и в будущем. И это удобрение называется суперфосфат. Дело в том, что суперфосфат бывает трех типов. Суперфосфат простой, суперфосфат двойной и изредка, но встречается суперфосфат тройной. Все они отличаются по содержанию балластных веществ. Основным балластным веществом, то есть то, которое, ну, не является источником фосфора, фосфатов в этом удобрении. То есть нецелевых веществ, хотя они тоже не без пользы, но нецелевые. Это, ну, мел там есть, но в первую очередь это гипс. Гипс является совсем неплохим элементом для почвы, и можно вполне использовать гипс, фосфогипс в осенний период в теплицах с целью оздоровления почвы и избавления от излишков различных солей. К туроме того, гипс является хорошим источником кальция. Но надо помнить, что гипс является кислой солью. Он закисляет почву. И если мы гипс вносим осенью, перед зимой, с влагозарядным поливом, с последующим обильным накидыванием снега и поливом теплицы перед посадкой растений, то мы в большой степени нейтрализуем вот эту излишнюю кислотность, которую гипс придает почве. Но если мы используем удобрения, содержащие гипс для выращивания рассады, тот самый суперфосфат, то мы рискуем получить очень негативный ответ от перца. Перец настолько не любит кислые почвы из-за гипсованности, что даже не рекомендуется проводить подкормки с сульфатными удобрениями, которым относятся калиосульфат и магниосульфат, которым мы достаточно обильно кормим, когда видим недостаток магния, особенно у томатов. Но, как я сказал, томаты в этом смысле гораздо более, так сказать, нейтральны по отношению к внесению гипса, который дает кислую реакцию почвенного раствора для перцев. Считается, что сульфаты надо исключить. И уж совсем недопустимо повышенное содержание сульфатов в процессе выращивания рассады перца, особенно на ранних этапах его развития. По этой причине никогда не добавляйте суперфосфат, а также комплексные удобрения, содержащие суперфосфат, в почвосмеси для выращивания перца, а также не кормите ни суперфосфатной вытяжкой, ни растворами, содержащими суперфосфат. Ничего такого. Почему? Потому что гипс, хоть он и малорастворим, но он растворим в дозе примерно 20 грамм на ведро воды, и кислотность такого раствора становится где-то 4,5-5, и это уже слишком кисло. Конечно, когда мы что-то добавляем в почву, какие-то соли с какой-то реакцией раствора, то, конечно, в почве это все перебаламучивается и во что-то что-то превращается. При всем том, в закрытой системе каковым является горшочек, где мы выращиваем рассаду, здесь как раз нарушить кислотность почвенного раствора можно очень и очень легко и быстро. Поэтому запомните эту истину. Не кормим рассаду суперфосфатом, простым суперфосфатом, даже двойным суперфосфатом. Не кормим ни в сухом виде, ни гранулами, ни вытяжками. Это можно делать для томатов, пожалуйста, но не для перца никогда. Минимизируйте использование калия сульфата для подкормок перца сладкого и острого паприки. Почему? Потому что, когда мы используем сульфатные удобрения, они связываются с кальцием и формируют там гипс, или в любом случае повышают вот эту кислотность, которую перец так не любит. Обрабатывайте перец сульфат-содержащими удобрениями по листу, там магнием сульфата по листу, а в качестве удобрения, содержащего калий, используйте по максимуму, пожалуйста, калийную селитру, а также, в первую очередь, конечно, залу. Зола – это практически бессульфатная древесная зола, удобрения, содержащие в большом количестве калий. Вот это должно быть для перца запомнено, записано и принято во внимание. Ну, конечно, я скажу так, что кто-то скажет, да я всю жизнь суперфосфат мешаю в землю, и перец, когда сажаю, ложечку суперфосфата туда бросаю, и ничего страшного, у меня хорошо растет. Правильно, потому что сколько нас, сколько огородов, сколько участков, столько разных почв. Конечно, в разной почве эти суперфосфаты будут вести себя по-разному. Но если вы взяли торф, да он еще недостаточно раскисленный верховой, какой-то смесь на основе этого торфа, или он плохо раскисленный, и какие-то есть там проблемы, и добавите суперфосфат, и потом будете удивляться, почему вянет, почему листики отваливаются, почему не растет, почему желтеет, почему перец слабый, то вот это может быть одной из важнейших причин. Что ж, запомните это очень простое правило, используйте его для получения лучшего урожая перца, и, конечно, вот сейчас лучшей рассады. На этом я прощаюсь с вами, до встречи!